когда вы спрашиваете как погода в сингапуре и что надо одеть и в какой сезон лучше не ехать вам хочется ответить что-нибудь про я промолчу потому что я человек вежливый культурный как кролик и винипуха поэтому господа я сейчас вышел под температуру 33 градуса ощущается как 39 по словам гугла для того чтобы позагорать вот видите оделся по загорать кепочку от солнца надел это все что вам надо знать о погоде в сингапуре сингапур в тропиках тропиках есть такая фигня как муссоны муссоны это когда льет совсем звездец как во все остальные дни когда не муссоны и главное сингапуре вот такую канаву не провалитесь она очень глубокая вот и она находится рядом с тротуаром ничем не огорожена вот так вот короче муссоны это когда льет звездец как сейчас вроде как муссон но это такой легкий сингапурский дождик поэтому поезжая в сингапур глупо спрашивать о погоде наденьте кепочку чтобы вам не лило в глаза и вы могли вот такую вот канаву полтора метра глубиной разглядеть и не подскользутся в нее с тротуара и наденьте сандалия ну или какие-нибудь быстро сохнущие спортивные кроссы вот у меня вот такой декатоновская вот чтобы через полтора часика после начала дождя ваши кроссы уже сохли на солнышке причем на ваших ногах и вам было окей вот это все что я могу сказать про сингапур ну если вы чувствительны культрафиолету не делайте как я я по 10 км в день минимум наматываю когда я наматываю 50 я обгораю но мне по барабану хотя вот наверно было но уже начало проявляться вот рак кожи а так в целом ну и для техники возьмите какие-нибудь мешочки или хотя бы возьмите нормальную хорошую айти саде и техник потому что я сейчас под этим ливнем да вот этим классным ливнем снимаю на телефончик за два косаря баксов самый навороченной комплектации вот он айти 68 заявлен этот вроде живет прошлый google прошлой модели чуть подешевле тоже навороченной комплектациями а первый месяц сдох просто папа под такой долг потому что нагрелся и грубо через теле насосал влаги из окружающего пространства в сингапуре очень большая влажность ну чё вам еще сказать вот дождь сингапур дождь бьет большая часть конечно сингапура оборудован вот такими крытыми переходами то есть вот вы из т.ц. можете к остановке автобуса подойти под крышкой но не стоит надеяться иногда приходится выходить под дождик вот при этом водичка такая приятная градусов 30 дома надо было просто шампунем намазаться и помылся бы на халяву вот так что для сингапура кепочка сандалики и никаких дебильных вопросов про то чё надеть и какая погода сингапуре сингапуре погода всегда офигенная в лондоне всегда дождь в питере а ну в принципе сингапуре погода всегда такая же как питер я бы сказал да ну единственно что глыбы льда на голову не падают вот этот конечно разу просто питере в это время года на башку падает будет да а в сингапуре просто где-то вода не переключайтесь вами был канал не туристический сингапур практически с прямым включением из сингапурского тропического маленького ливня в период мусона 6 месяц перед декабрем короче сейчас посмотрите люди идут под зонтиком даже под короче потому что жопа все всем пока подписывайтесь и все такое